...мужчины на пятом этапе розыгрыша мира по горнолыжному спорту. А это специальный слалом и 20-й результат после первой попытки Боди Миллер. Именно он владелец Большого Хрустального Глобуса по итогам предыдущего сезона. И именно он пока что не может составить конкуренцию Бенджамину Райху. По набранным очкам, опять же в погоне за этим самым главным трофеем горнолыжного сезона, Бенджамину Райху конкуренцию не может составить. Юрий Косер. 12-й стартовый номер во второй попытке, 19-й результат у ветерана гордых лыж из сборной команды Словении. Но прямо скажем, не радует в нынешнем сезоне Юрий Косер. И вот лишнее тому подтверждение пропускает ворота знаменитый славянский горнолыжник. И в очередной раз не сумел справиться с двумя попытками. А ведь не будем забывать, что Юрий Косер в 35-м. Да-да. Вот такие результаты на уровне 4-го десятка он показывает в нынешнем сезоне. И вот он как раз в 35-й в начале, а в итоге не сумел справиться со второй трассой. Переборжа из сборной команды Франции готовится отправиться на дистанцию. 18-й результат. И 0,07 секунды он уступает по первой трассе Бодемиллеру. Всего лишь 0,07 секунды. Но вспомнил, с какой страстью преодолел ты, безусловно, мастерством. И с какой агрессией преодолел дистанцию. Совсем недавно, буквально несколько секунд назад, американский горнолыжник. А вот чем ответит француз? Пока он на дистанции, друзья, и события, может быть, не самые главные. Напомню, Бенджамин Райх худший после первой попытки. 15 сотых уступает ему ветеран игронолыжного Кубка мира и сборной команды Германии Алоис Фобель. Тед Лигити, юное дарование сборной США на третьем. 19 сотых отставания. 30 сотых у Джорджа Рока, победителя четырех предыдущих этапов. Специальным с лалами в программе розыгрыша Кубка мира, разумеется. Чемпион мира 19-го года Кали Паландер на пятом месте. 42 сотых секунды отставания. 90 сотых у олимпийского чемпиона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Казалось бы, сумеет он все-таки перенести весь тело и развернуться. Нет, не сумел. Увы, чересчур серьезная была ошибка. И буквально незадолго до финиша выдушен сойти с дистанции Перебуржа. А, но он еще раньше, уважаемые друзья, сошел. Он пропустил тот флаг. Безусловно, да. Рисковал, но увы. А теперь, скорее всего, вот в американской команде это принято. Я думаю, что с Тэдом Лигити разговаривает Боди Миллер, рассказывая, как поставлены ворота на второй трассе и где ожидать сюрпризов. А это Том Ротрак. Еще один американец. Том Ротрак. Он 78-го года рождения, больших успехов не добивался. Так. Ну что, надо возвращаться. Надо возвращаться и в итоге все-таки получать очки. Да, ошибся, но ничего страшного. Много потерял. Может быть, секунд 5-6. Ну, а здесь уже, да. Это чисто психологический момент. Один раз ошибся, начинаешь, что называется, ломать технику, начинаешь торопиться и в итоге, увы. Так. Мэтт Иник из сборной команды Канады. Хотя многие мои коллеги называют его Мишель Иник. Скорее всего, как говорится, корни французские у этого представителя сборной команды Канады. 23 сотых. Таково его преимущество над Бодем Миллером после первой трассы. Ой-ой-ой-ой. И вновь, вновь вполне оправданный риск был у Тома Ротрака. Но возвращаться, 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 возвращаться. Надо. Да, вернулся. Все правильно. А это характер. Спортивный характер демонстрирует. Извините, Том Ротрак, конечно же. Майкл Иник. Ну, а вот то, что мы с вами видели, и в исполнении Тома Ротрака. Одна ошибка, буквально как ниточка за иголочкой. Вот, ниточкой. Можно будет назвать ошибку за номером 2. Но это как трасса, еще где-то половина, то может еще одна произойти в исполнении Майкла Иник. По большому счету, это уже ничего не значит. Финишировать нужно, а это самое главное. Да, уже в достаточно прогулочной манере завершает дистанцию Майкла Иник. Аплодирует трибуны, прежде всего, за то, что он все-таки пересек финишный створца по зданиям в 11,10 секунды. И теперь у нас есть один Кокс-Лоттербок, чтобы мы снова встретимся. Итак, Бодемиллер лучший. 1,43,67 по сумме двух трасс. Даниэль Альберихт из Швейцарии второй. И Кристиан Зивиль из Италии занимает третье место. Но отставание, друзья, почти секунды и больше секунды. Ведь еще основные события сегодняшнего дня не наступили по большому счету. Потому что пятерку лучших после первой трассы я вам назвал. Даже шестерку назвал шестым пока что идет Жан-Пьер Видал, олимпийский чемпион. Но, внимание, внимание. Вот теперь, теперь давайте-ка посмотрим на человека, который должен, мне так кажется, он должен удивить не меньше, нежели Тетлигити. Да, совершенно верно. Я еще раз поспорил на манеру движения. Это Кетель Янсру из сборной команды Норвегии. Норвежская школа. Славный дисциплин. Очень и очень сильный. Олимпийский чемпион. 98-го года. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вернуться, вернуться, вернуться. Не 11 секунд будет, конечно, потеряно, как у Майкла Леника. Не 11, чуть меньше. Правда, о победе говорить не приходится. Вот он, Кетель Янсру. Вот одна из тех самых темных лошадок в сборной команде Норвегии, о которой говорят, друзья, уже сегодня. Запомните, Кетель Янсру и Тетлигити. Те люди, которые еще ни разу не нюхали атмосферу Олимпиад. Но, тем не менее, что называется, вот посчитались и на новенького. Могут выступить очень и очень здорово. Здесь говорить о результате даже не приходится. Отставание вы видите, но не получилось на сей раз. Тридцатки, понятно, он остался, очки получит, но это не главное. Маркус Ларсен. Йохан Бролениус. Маркус Ларсен. Это все представители славной школы сборной команды Швеции. Сейчас уже ушел Маркус Ларсен на дистанцию, а там будут сейчас поправлять. Поправлять один из флагов. Пока Ларсен на дистанции, друзья. И вы смотрите, как он что, не допустил еще ошибку? Нет, пока что не успел. Точнее, хватило ему владения и лыжами, и телом, чтобы суметь избежать. Пока что на дистанции Маркус Ларсен. И вы знаете, практически, можно сказать, ничего не потерял. 81 отставание. Если говорить о тех, кто может расположиться после Боди Миллера, пока что идет на лучший результат Маркус Ларсен. Ну, на второе место, разумеется. Из всех, кроме Боди Миллера. Так, Маркус Ларсен. Ему нужно меньше м90 сотых проиграть Боди Миллеру и так далее. Да, он проигрывает меньше и занимает второе место. Аксиа Лондон-Свиндла мы сейчас с вами увидим. Не должен он показать высокий результат в сегодняшнем старте, и пока будем наблюдать, как норвежец. Один из претендентов на медаль в комбинации на олимпийских соревнованиях. Ну что, не видно. Но, по-моему, все правильно он преодолел. Блестящая, конечно, техника у Маркуса Ларсена, а? Что тут говорить? Друзья, я вам напомню все-таки о соревнованиях женщин. Потому что в Венгене мужчины соревновались три дня и трижды. Выходили на старт женщины, которые соревновались в Австрии, в Батт-Гленгер-Шхайме. Значит, там были проведены два скоростных спуска и супергигант. Две победы у Янцик-Постолища, одна у Ани Персон. Аня Персон победила на первом скоростном спуске. Причем шестерка выглядит так. Персон, Михаила Дорфмастер, Френзиа Офтенблаттен. И Швейцария, третье место, четвертая Янца Костолищ, пятая Сильван Берто и Швейцария. И шестая Шведка Бен. Вот запомните эту очень молодую горнолы. Ну как, эту, по большому счету, новую для шестерки фамилию. Потому что второй скоростной спуск завершился вот каким образом. Костолищ выиграла и взяла очередные сто очков. Бен, второе место, Дорфмастер, третье, Берто, четвертое, пятое, Офтенблаттен, шестая, Гетчерк. Итак, наше соревнование продолжается. А тех, кого интересуют результаты Ани Персон, я пока что рассказываю о женских соревнованиях, которые проводились в Австрии в эти же дни, пока мужчины соревновались в Швейцарии, в Венгене. И пока на дистанции акцент он с Виндл. Вы наблюдаете, как он идет по своей второй трассе. А с Виндл пока что не попадает в десятку сильнейших. По итогам первой у него 13 результатов. Так вот, кого интересует, как выступила Персон, которая победила на первом скоростном спуске, как она выступила на втором, то она, к сожалению, сошла во время второй трассы. А вот Линдси Килдову, для него трасса в Бакклен-Клярен-Киршхайме, оказалась очень и очень неудачной. Да, Линдси Килдову, уже, можно сказать, зашедшая звезда в скоростных дисциплинах, да и вообще, по-какому, в женских соревнованиях. На первой трассе скоростном спуске она была девятой, и восемнадцатой только лишь на второй. Но аж чем завершился супергигант, проходивший там же, сегодня, как раз сегодня. А посмотрите, с Виндл, в 66-х всего Бадемиллера уступает, ну, где-то в районе секунды по сумме двух трасс, и пока что у него... Но результат, образно говоря, пьедестальный. Это Бадемиллер крупным планом. Так вот, сегодня женщины завершили соревнование в супергиганте. Костолич еще 100 очков, еще один. Одна высшая ступень подиума у нее, а это значит, у нее третья победа на этап розыгрыша Куклы Мира. Одна в гиганте, одна в супере, и две в скоростном... и одна в скоростном спуске. Так вот, Костолич, четвертый мастер Масницер, Кларк, четвертое место на десятикер, пятый, и Тина Масей, Словении, заняла шестое место. Вот таковы результаты женских соревнований, которые стоят в Австриме. В пятницу, в субботу и в воскресенье. А мы смотрим, как Стефан Тесо идет на дистанции. Тот самый Стефан... Стефан Тесо, который уже имеет педесталы в нынешнем сезоне. Не будем... Давайте с вами об этом забывать. Тесо поднялся на вторую ступень педестала почета в Бивер Критте, уступив, понятно кому, Джорджа Рокка, ибо на четырех предыдущих этапах, кроме Джорджа Рока, никто на высшую ступень педестала почета не поднимался. Максимальное количество очков у него 400 тысяч через четырехсот, возможно. Ну так вот, я начал говорить, что Ян Цикостович и без того увеличил свой отрыв в общей защите розыгрыша Кубка Мира и очень уверенно лидирует. Но кто также уверенно лидирует в общем защите пока что и Бенджамин Райф. Сегодня может еще прикусовать сто очков. Можно, конечно. К тому результату, который у него имеется. Пока на счету Бенджамина Райфа. 706 очков. Вчера он не выступал. Отставит Михаил Вальхофер почти больше, чем на 100 очков. Но Михаил Вальхофер наоборот выступает сегодня. И пока мы посмотрим, как уходит на дистанцию. Снимите, Дракшич из сборной команды Словении. Три словенца попали. Даже в тридцатку сильнейших попало четыре славянских горнолыжника. Но вот видите, неудача еще одного постигла. И остался точно только Бернард Вальджич, который занимает восьмое место после первой трассы. Вот посмотрите. Ну, конечно, конечно. С такого угла проходили двираж просто нереально. что, впрочем, произошло. Вот это вот картинки как раз. Картинки. Скажем так, и швейцарской природы, и кусочка такой горной Швейцарии. Напомню, из Венгена репортажа на канале на каналах Евроспорт. Андрей Миров. 22-летний шведский горнолыжник. Любопытно, что о надеждах Андрея Мирова об олимпийских надеждах пока что очень мало говорится. Мир еще в прошлом сезоне очень неплохо гонялся, но вот в этом пока что у него по большому счету ничего не получается. Но для того, чтобы вам было понятно, какие тройки по ведущим четырем этапам, давайте я напомню. Биверкрик, Рокко Тесо на Лигите. Мадонна, Декомпиле, Рокко Райх, Паланта. Храйнская гора, Рокко Кранзи Лигите. И Адель Буден, Рокко Лигите Райх. Да, и в итоге все-таки Андрей Мирер выигрывает у Года Миллера. Выигрывает! Ну что ж, молодец. По трассе проиграл. Но теменение по сумме двух попыток сумел призойти результат Американцев. Ну, отставать. Вы понимаете. У Буден Миллера. В 1.75. Вот. Денджамина Райх. А хоть, что называется, с пропеллером промчить эту вторую трассу, сложновато будет превзойти. Предположим, Аджорджа Рокко, который занимает четвертого места. 1.45. По итогам первой трассы отставания Буден Миллера. Это очень, очень большое преимущество. Вот, посмотрите. Райнар Кербст. Надо сказать, что уже не первый раз мы видим Райнар Кербста, который попадает в тридцатку сильнейших. Надо сказать, что не очень-то молодо горнолыжник. 27 летом. Но, опять же, напомним, что очень редко, в очень южном, можно сказать, в 20-летнем возрасте, также в 21-22 попадают в сборную команду Австрии горнолыжник. Там какая-то конкуренция фантасти... ...место, что на этапе разрушивку кубки мира уж тем более в команде, которая будет представлять Австрию в горнолыжном олимпийском турнире. В 39-х у Миллера выигрывает Хернст. И неплохо, вы знаете, идет очень неплохо. Аккуратно. И вы обратили, конечно, внимание, он совершенно не рисковал там, где риск буквально противопоказан. И в итоге 36 соток секунды. Молодец! Молодец! Это будет лучшее выступление Рейнфреда Хербста на этапах розыгрыша мира в нынешнем сезоне. Он уже в десятке. Хербст-Миррер Бодемиллер. 1.4321 по сумме двух трасс. Давайте запомним этот результат Рейнфреда Хербста, потому что осталось самое интересное блюдо с сегодняшнего дня, если говорить, скажем так, фантастический горнолыжный десерт. Восемь сильнейших после первой трассы. Итак, сначала Бернард Ваджич, затем Кентара Минагава, опытнейший японский горнолыжник. И вот пошли олимпийский чемпион Жан-Пьер Видал, чемпион мира Кали Паландер, Джорджи Рокколиди, розыгрыша Кубка Мира, сенсация нынешнего сезона Тет-Лиги, Тиалоэс Фугль, ветеран горнолыжных стартов, фрейм-розыгрыша Кубка Мира и Бенджамин Райх. Ну что? Давайте-ка посмотрим, что сделали последние словенцы из четырех представителей этой сборной команды, которые пробились в тридцатку сильнейших. Так, ну, все то же самое, что и предыдущие трое. Практически то же самое. Ну что ж, к сожалению, и Бернард Ваджич не сумел справиться с этой трассой в Венгине. Ну что ж, Норвежец Ронгдман поставил достаточно сложную трассу. Это муж Тринбаки. Она еще выступает, как вы знаете, в женских соревнованиях. Замечательная замечательная норвежская словомистка. Призер чемпионатов мира, кстати говоря. Андрин Флемент Тринбаки. Вот два имени, которые в предыдущем олимпийском цикле, если когда мы говорили о женской сборной команде Норвегии, вот их называли прежде всего. 18 результат, как вы видите. Да, вот здесь вот ворота поставлены. Достаточно хитрое. Посмотрите, ошибка за ошибкой, ошибка за ошибкой. Причем вторая ошибка им как раз у славянцев. Херпст ведет от мира Милан, свитал и дарсон и центр сайгаз. Ну что ж, наконец-то мы увидели без шлема и без очков Херпста. Кентара Минагава. Бакир и Сосаки мы с вами говорили, друзья, во время рассказа о первой трассе, рассказа про истекал и показ, соответственно, на канале Евроспорт 2. И вот есть возможность поговорить о Кентаре Минагава. Сосаки в нынешнем сезоне выступает однозначно лучше. С кентарами Минагава похуже, но опять же, к большому счету шансы Акиры Сосаки расцениваются чуть-чуть повыше. Но, повторюсь, при каком условии, если сумеет сдержать свой порывистый и достаточно такой выскудимый характер во время прохождения первой дистанции. Ну и будет рисковать, этот риск ему удастся на второй. Вот тогда Акиры Сосаки как бы сейчас предполагает шансы японской мужской сборной с лавами и шансы Сосаки Акиры Сосаки специалистам можно подняться очень и очень высоко. Ну что, сумеет дойти, дойти до конца этой дистанции кентарами Минагава. Вроде получается. В какой-то момент показалось, что он уже был на грани того, чтобы ошибиться в очередных воротах. Нет, все в порядке. 31 сотый выигрывает и уже кентарами Минагава лидер. Наконец-то вот мы увидели тренерский штаб сборной команды в Японии. Акиры Сосаки дважды огорчил тренера японцам очень эмоционально. Наконец-то кентарами Минагава порадовал. Браво! Браво, кентарами Минагава. Жан-Пьер Видал олимпийский чемпион он уже там. На старте уважаемые друзья находятся. Я напомню, Жан-Пьер Видал 77-го года рождения подряд. Три одногодки идут. Кентарами Минагава Жан-Пьер Видал и Кали Палата. Два из них очень именитые. Олимпийский чемпион и след за ним чемпионом кентарами Минагава ни разу на ступени. Мировых первенцев тем более Олимпиад не поднимался. Ну, наконец-то. Вы представляете, сколько же вот таилось таких невыплендатых эмоций, а? Жан-Пьер Видал. Давайте за ним потом блюдаем повнимательнее, потому что с каждым новым стартом Жан-Пьер Видал не то, чтобы ближе подходит к лучшему. С каждым новым стартом он все становится стабильнее и стабильнее. Стабильнее на уровне первой десятки. Вы представляете, да? Опыт. у олимпийского чемпиона. Опыт. И нерастраченная нервная энергия, потому что за прошедшие четыре года я ничего не вспомню, что Жан-Пьер Видал поднимался на высшей ступеньке и стало почетно это просто шкупка мира. всего лишь один этап на его счету. И он в Краинской горе в 2002 году победил. В 2003 году он единственный раз уже после Олимпиады поднялся на третью ступень. Это было в Краинской горе тоже. Вот и все достижения Жан-Пьер Видал, уважаемые друзья. Ну, отставание вы видите в секунду 38. Вторая трасса не удалась. Жан-Пьер Видал он достаточно расстроен в самом начале, как только прошел первой дистанции, когда крупно его показали. Ну, не... так, так. Не очень радостно он был. Ну, что ж, давно, да практически не на протяжении предыдущего сезона, не в этом. Мы с вами китарами на Гау во всяком случае больше, чем на один предыдущий заезд на фоне этого импровизированного подиума не видели. Хайли Паланда. Расхожая шутка, которую опустил сам Хайли Паланда, что у него он еще не... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ошибка, остался на дистанции, остался. Жанкиридал там с тремя воротами не сумел справиться, точнее, выравнивал линию и вновь обретал темп прохождения трассы. Хайли Паланда, ну, вроде бы, он чуть-чуть пораньше пришел в себя, а вот здесь начнет, начнет рисковать. Не думаю, что ему надо это делать. Так вот, расхожая шутка Хайли Паланда, пока 2,4-й выигрывает, что у него четырехлетний цикл не совпадает с олимпийскими видами. Все время на один год позже. Точнее, один год до Того. Тоже был у него сезон получился с 2005 года, но его не получилось. Потом Хайли Паланда сказал, а может, сдвинулась как раз на Катуске, он будет на Олимпийских играх в Италии, что Авда выигрывает 42 сотые, прибавила еще в конце. Было видно, что он по первой трассе очень здорово выглядел. Очень здорово выглядел Хайли Паланда. А это значит, что, если постигнет неудачи двух из оставшихся четырех, Рокка, Лигити, Фоголя или Бенджамина Рейха, здесь, пожалуй, самое слабое звено это Алоис Фоголь. Отставание в 27 сотых от Калия Паланда на старте. Самое слабое звено. И Калий Паланда может подняться на пьедестал сегодня. У него в нынешнем сезоне был я смотрю-смотрю, перепривая себя до всего лишь один пьедестал и Дмадона декампили. Он поднялся на третью ступень пьедестала по счету Райя пока что еще спортивную курточку не снимал. Вот давайте посмотрим Джорджа Рока. Вот у кого баланс между риском и мастерством уважаемые друзья. Она клюбой из трасс имеет ту самую золотую я бы сказал даже в платиновую середину. Особенно это видно бон с соревнованием нынешнего сезона Джорджа Рока. Это не значит что каждый из четырех этапов где он побеждал после первой трассы он был лидером. Ни в коем случае особенно мы помним с вами последнее соревнование в Эдельбодоне. Третье место он в итоге шагнул на первое. Джорджа Рока. Вот вот так вот Джорджа Рока который выступает на Атомике. Почему любопытно Теттем Легити и Алоис Фокли будут выступать на Фолкли и соответственно Бенджамин Райф пойдет тоже на Атомике. Вот такая борьба. Ну что да 20 соток Джорджа Рока выигрывает опять опять выигрывает Джорджа Рока у Кайли Паландера имея над ним преимущество 12 соток еще лучше нежели Финн он прошел вторую трассу право Джорджа Рока и нет никаких сомнений что и после нынешнего до старта не было этих сомнений что после и нынешнего старта он останется выйдет на следующий этап в красном жакете лидер розыгрыша Кубка мира специальным славами что кого там настраивает по-моему это уже как раз был постфактум того как проходил урок эти самые виражи ну и понятно тренеры даже в идеальной вроде на трассе все равно что-то что-то своих учеников и надо да и сами ученики прекрасно знают где они сильны где они нет но друзья один из моментов че сегодняшнего дня Тед Лигити насколько же легко обратили внимание вот это ощущение неподдельной легкости когда Тед Лигити находится на трассе ой-ой-ой похоже в том самом вираже где Калия Палатер притормозил то же самое сделал и Тед Лигити но не должен был потерять много осмотрим оставание есть да пока что оставание 8 соток секунды всего лишь 8 соток но есть еще последняя треть пути последняя треть это еще 20 секунд будет находиться на трассе Тед Лигити торопится торопится чувствует что чуть-чуть но он уступает Джорджа Рока да понятно что в каждом из них буквально хронометром монтирован ну что и вот что значит опыт вот что значит мастерство Джорджа Рока как он вторую часть дистанции прошел как будто нарисовал урок чистописания когда-то мы об этом говорили совсем недавно причем когда Михаил Фонгринген шел по дистанции слалома гиганта а вот теперь то же самое можем говорить когда наблюдаем попытки в исполнении итальянского мастера Джорджа Рока сезон у него конечно на загляденье и вот что-то там наверху на небесах так сложилось что именно это олимпийский сезон олимпийские игры будут проходить в Италии ну что Рокко уже на позиуме как вы понимаете Рокко на позиуме Алоис Фоголь второй результат после первой трассы Алоис Фоголь пока что будем говорить только обиде стали еще двое впереди Алоис Фоголь и опять же Минрайк но я имею ввиду их попытки еще не состоялись о какова нагрузка у Алоиса Фоголя одинэтапный его в счету есть причем он выиграл его совсем совсем недавно тяжеловато тяжеловато давайте мы с вами вспомним в 2005 году Алоис Фоголь именно в Венгене доминировал именно в Венгене он любит этот альдийский город и я думаю что трасса и город платят ему тем же и так дружок 1.42 28 1.42 что плюс 51 и третий результат третий результат ну что ж будет ли Алоис Фоголь на пьедестале или нет зависит от Бенджамина Райха Лигетти поздравляет кого он поздравляет поздравляет Джорджа Рокка здесь же Кали Паландер ох ситуация какая левопытная и так претендует на пьедестал Паландер Рокка Лигетти Фоголя Райх я не думаю что в рядах сборной команды Германия большая радость потому что будет третьим перед тем как Бенджамин Райх уйдет на дистанцию это друзья достаточно невелики невеликие шансы на то чтобы остаться на этом самом третьем месте ой-ой-ой-ой да велики-велики на третьих воротах Бенджамин Райх ну бог ты мой все было в его руках на голове в чем угодно вот вам и ответ Джорджа Рокка выигрывает пятый этап фантастика ну кто мог предположить точно что-то там на небесах что вот ведет Джорджа Рокка к этой победе заставляя его главных конкурентов ошибаться совершать ошибки ну в самый неподходящий момент Джорджа Рокка пятый этап сумасшедшее сумасшедшее достижение тем более в мужских соревнованиях да ну развязка-то а и Алоис Фогли остается на пьедестале первые ворота вторые ну первые ворота вторые и вот пожалуйста в нескольких миллиметрах в нескольких миллиметрах Бенджамину Райху мне удалось провести лыжу а так как и надо ох ты мой какая же жалость он не получает свои завоеванные ну не завоеванные можно сказать гарантированные там сто восемь и шестьдесят очков да конечно же раздражение которое испытывает Бенджамин Райх великое раздражение ну что поделаешь Джорджа Рокка пятых там подряд пятьсот очков из пятисот возможных вот Кентаро Минагава его поздравил ну что ж друзья ну и мы конечно же поздравляем Джорджа Рокка что там говорить я Алоиса Фогля поздравляю и Теда Лигити поздравляем и Кали Паландера поздравляем достойное выступление лучших Рокка Паландер Фогль Минагава Лигити Херст вот такова шестерка лучших несколько неожиданная по большому счету Жан-Перпьер видал только лишь девятый Бодемиллер восьмой одна тридцать девять оставание от Лигера одна сорок одна семь из пять после первой трассы ну мы помним как он прошел эту трассу и безусловно результат Бодемиллера шестерки сильнейших я говорю только о результатах показанных на второй трассе в шестерке сильнейших однозначно ну вот ситуация которая перед Байк друзья и вот еще разочек крупным планом как Джорджа Рокка чувствовал себя на этой второй трассе сегодня ну что ж уважаемые друзья вот и завершился этот фантастический этап на мой взгляд просто фантастический по той интриге которую подарили нам спортсмены мы обращаемся с Венгеном и завершаем нашу третью по счету трансляцию в течение пятницы субботы и воскресенья счастливо субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok